Добрый день, дорогие друзья! В той же Терри Онлайн, например, воин сражается с двумя мечами и одевается почему-то исключительно в кожаную броню. И, кстати, достаточно шустрый и резвый. Здесь же воины, самое что ни на есть классические, тяжелая броня, щит и меч. Кстати, мечом и щитом, то есть эта комбинация обладает в Black Desert Онлайн исключительно класс воинов. То есть другие классы не могут носить щит. К тому же много вопросов было, как работает сам щит. То есть автоматически он там блокирует удары и деф просто зачисляется к общей цифре. Нет, то есть как удары, так и блоки щитом это все выставляется исключительно вами. То есть успели нажать блок, все, заблокировали. Успели нажать кнопку удара щитом, ударили. Нет, так нет. Скиллы у воина юзаются по-разному. Ну, как сказать, сила скиллов зависит от ситуации. То есть, к примеру, если вы стоите на месте, стандартный скилл выглядит так. Если вы будете продвигаться вперед, вот уже даже видно, что скилл немного изменился. То есть, ну а если вы будете бежать и юзать, то скилл будет еще сильнее. То есть это все стандартный скилл, но то есть зависит от ситуации. Стоит персонаж, идет или же бежит, прорывается. Есть массовые скиллы. Чем хорош воин, тем, что многие его скиллы рассчитаны на бой сразу со многими противниками. То есть, можно сразу наносить удар всем, кто стоит рядом с вами. К примеру, хороший такой скилл на прорыв. Да, то есть вот раз он прикрылся щитом, а потом сразу же атакует. Офигенная вещь. Ну и такое тоже круговое, массовое. Также тут еще и пинки разного рода есть. Просто удары. Удары тоже комбинируются. То есть, можно либо просто бить. Если нажать несколько раз, он прояводит как бы серию ударов. Ну и есть еще что-то вот такое. То есть, в прыжке сразу пяткой в челюсть. Воины достаточно сильные. Дамаг у них достаточно хороший. Но я бы сказал, что... Вот как я сравнивал уже, то мне показалось, что, к примеру, дамаг у него поменьше, чем, например, у колдуньи. Что меня, в принципе, удивило. Но, может, даже и порадовало. Потому что радует, что маги здесь не порезанные. То есть, дамаг хороший. Управлять персонажем достаточно удобно. Дэпа много. То есть, воины хорошо держат удар. У них поглот урона очень хороший. То есть, особенно... Ну, а если потом еще хорошая броня будет, то тогда вообще просто великолепно. Ну и касательно управления. То есть, должен сказать, что управляется класс достаточно просто. Легко. И то есть, вот то, что сейчас вот этот скилл был, да. То есть, агрить можно монстров. То есть, пати тоже очень хорошо, я думаю, будет. Когда там, к примеру, лучник, там, допустим, воин и маг. То воин агрит на себя. Все остальные помогают ему с дамагом. То есть, скиллы достаточно крутые, да. Вот это вот, с разбегу. Это все был только еще один скилл. То есть, помимо того, что он с разбегу ворвался на моба. Мечом. Так он еще и потом с ноги ему въехал. То есть, боевка выглядит замечательно. Очень все это круто поставлено. Я лично очень доволен. По управлению... По управлению, знаете, не сложно. Но, к примеру, воином управлять сложнее, чем варваром. Ну, о варварах я потом еще расскажу в отдельном видео. Но, если вы хотите, к примеру, вообще класс легкий в управлении, то, наверное, воин будет сложновато для вас. Если вы вообще не знакомы с системой NoTarget. Если вы не знакомы вообще с ММО, то, пожалуй, воин будет слишком сложным. Вот такой вот, собственно, небольшой обзор, взгляд на класс воина. Надеюсь, это видео было вам интересно. Ну, конечно, если вы про игрок, то вы ничего нового для себя тут не услышали. Ну, а если новичок, то, думаю, вам понравилось. Надеюсь, вам это видео было полезным. Вот такой вот обзор. Вот такой вот воин в Black Desert Online. Ждите следующих видео по другим имеющимся на данный момент классам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Док Браун. Удачи и до новых встреч. Пока-пока.